поясните по какой причине меня не выпускают ну прочитайте я плохо считаю на грузовой терминал вы заехали у вас должна быть на пропуске поставлена отметка об оплате ее нет то есть на этом основании мне вы меня не пускает правильно то есть за то что я не оплатил хорошо представьтесь инспектор служба охраны дознай про воздушных судов николаев роман в данном случае имеются признаки преступления статья 127 уголовная кодекса это незаконное ограничение свободы передвижения полицию вызовите еще раз повторять можете выйти с машины неудобно разговаривать не удобно ну хорошо так ведется видеофиксация на всякий случай получил груз пожалуй выехать дальше со своим грузом по делам сотрудник охраны который на кпп находится мне не выпускают если они считают что они со мной вступили либо я с ними вступил в какие-либо гражданские правоотношения ну появились там какая-то услуга за которую о которой они мне оказали за которую я им должен не оплатил пожалуйста персональные данные в аэропорту имеются могу вам передать запросит вас эти данные обратятся в суд и если суд посчитает что на самом деле у них есть законные основания присудит им эти деньги там сколько не знаю там 160 рисунок там сушит 5 рублей я тоже не знаю все хорошо станет ну ну давай сейчас придет привет кто милиция а причина какая ограничение моего выезда не оплачивать не оплачивать доник полиция можно вас на минуточку подойдите поближе на всякий случай я веду видеозапись для своей своей безопасности и чтобы как бы объектив ну понимаете ограничение свободы передвижения это уголовная статья есть это дело а меня незаконно ограничивается воду передвижения есть уголовная статья до не выпускают и не выпускает ну вот он сейчас позвонит начальник но он уже позвонил давно я уже давно нахожусь я уже в полицию сделал звонок а вы кто представьтесь пожалуйста дубровский сан сергеевич транспортная полиция а вы отсюда вода злачок можно два ноля 34 86 как будем решать этот вопрос понимаете уже не первый раз это происходит вопросов он никаких нет ну и в прошлый раз то же самое было тоже сотрудник полиции ну так же ваш коллега пришел в итоге тут что-то разбирались разбирались у меня пожелал счастливого пути я уехал да они тут пускай объясняют вам доказывают почему вы должны не смотрите так как у нас у нас такое есть понятие как это если спор какой-то есть судебном порядке все что не в рамках судебного разбирательства это называется самоуправство а сопряженная с ограничением свободы передвижения это уголовная статья вопрос здесь очень простой это незаконное взымание денег то есть так называемые поборы за якобы какой-то проезд на территорию там выдачу пропуска и тому подобное то есть на эту тему есть уже большая судебная практика по регионам друг по другим регионам россии есть разъяснительные письма на эту тему где нормативно все обосновано почему вот эти поборы незаконны к сожалению я в этих делах да да понимаю это все таки больше по борьбе с экономическим все правильно я ядово я поясню просто я как бы закончил это суть понимаете вот гражданские правоотношения я с вами согласен что вы не имеете права сюда влезать это мы сами должны разбираться в рамках там какие-то договорных отношений есть они у нас нету то есть если они считают что у меня есть какие-то с ними договорные отношения они могут обратиться в суд вплоть до того что это с иском о том чтобы суд признал какой-то заключенный договор между мной и ими ну предположим да вот я никакого договора между с ними и мной не усматриваю вот я просто обыкновенный получатель мне пришел груз на мое имя прилетел груз я его получил и ну поехал все как бы я ни с кем никакого договора не заключал более того вот это вот услуга который не может быть услугой потому что есть соответствующее законодательство которое ну говорит что вот это вот все должно быть включено ну скажем так вот эти мероприятия по безопасности транспортной безопасности да да и это все туда включено то есть они уже денежки получают а это как бы я так понимаю они просто хотят себе не знаю там дополнительный кэш какой-то заработать ну или еще что-то понимаете и ну это это меня не интересует не интересует не касается если они считают что в моих действиях есть какие-то гражданские правоотношения я с удовольствием с ними встречусь в суде и уже в суде я и обосную почему их поборы незаконны и так далее если они будут настаивать что они имеют право с меня что-то взыскивать но сейчас вопрос стоит о другом что гражданские отношения это гражданские отношения а мое право на свободу передвижения мое право неприкосновенности личности частной жизни и тому подобное защищается именно уже уголовным законодательством поэтому я прошу пресечь право нарушения которое выражается именно в ограничении свободы моего передвижения и дать значит требования предъявить вот этим работникам чтобы они меня выпустили во первых это уже не право нарушения но уголовная статья да это уже уголовная статья на преступление как вы считаете но это вам необходимо обращаться соответствующие органы писать заявление обращаться в суд сейчас на не смотрите я в суд не обращаюсь я к вам обращаюсь чтобы кто-то вас удерживал я не знаю почему они не хотят вас выпускать потому что вы не оплатили не оплатили показать самоуправство возможно возможно какие-то определенные их внутренние правила установлены знаю что можно узнать кто вы по должности старший сержант старший сержант по должности наш инспектор по охране общественного порядка ну в принципе в вашу компетенцию входит да разрешение от этих вопросов пресечения правонарушения но там пресечения правонарушения вы здесь сейчас здесь мне говорите о том что вас удерживают это уже преступление ну хорошо вы усматриваете усматриваете здесь правонарушение данный момент не усматриваю что здесь ограничивается каким-то образом хорошо а могу я к вам тогда обратиться какие-то определенные правила установила аэропорт которых должны придерживаться вы считаете что эти правила незаконны соответственно я не знаю про какие правила идет речь про зону транспортной безопасности вы сами не говорили о том что не в том вот как раз те правила которые высылаетесь там и федеральный закон на тому есть федеральные законы там ничего такого нету про зону транспортной безопасности не пресечен зона транспортной безопасности я говорю про папа папа буросовый 2 диск я же вам говорю про поборы это экономические преступления я смотрите вы сейчас жалению смотрите ваша вы если вы полицейский то основная ваша функция это предотвращать и пресекать права правонарушения я не вам не указа послушайте меня функции я понимаю про что вы говорите сейчас у вас сейчас конфликт какой-то непонятно из-за чего созданы так именно со службы авиационной безопасности у меня нету с ней никакого конфликта я им сразу же говорю сразу же говорю что я с вами общаться не буду я буду общаться только с полицейскими вот я с вами общаюсь я сделал звонок в полицию потому что я сообщил это там правонарушение пришли вы я так понимаю что вы если не вправе регулировать этот вопрос вызовите тогда этого как его называется участкового он уже тогда будет решать этот вопрос об облуждении уголовного дела возьмет с меня объяснение возьмет с меня заявление пускай возбуждает дело потому что я нахожусь на работе в отношении меня сейчас происходит незаконные действия именно удержание давайте я сейчас позвоню переговорю до более опытным товарищем может быть он направит меня на правильные шаги решения конечно как-то вопрос должен решаться потому что неоднократно уже этот вопрос подымается почему каждый раз это происходит я вот не понимаю я тоже не знаю что им мешает обратиться в суд и в судебном порядке с меня взыскать понятия не представляю а знаете нет я знаю почему потому что они они боятся проиграть потому что когда они проиграют это будет обнародовано и люди никто платить не будет понимаете никто не будет потому что будет решение суда о том что их побор и незаконные это твой не боятся возможно возможно сейчас вас выпустят только я не знаю кого то ждут дождутся и выпустят вы не переживайте а кого ждут вот руководителя чтобы дал отмашку и это каждый раз так будет я не знаю ну вы вы же знаете что эта история уже как бы не первый день длится даже не первый год а почему ничего не происходит в че как-то должно же тогда решиться был был же случай они с меня просто вы это ну вынудили забрать деньги знаете да я рассказывал уже по моему не знаю я знаю что неоднократно повторяется эта история просто так вас выпускают каждый раз да каждый раз смысла не было если бы я мне открыли шлагбаум я поехал понимаете но поскольку да поскольку они меня не выпускают поэтому они ограничивают мои конституционные права на свободу передвижения но по сути они меня удерживают я что же как бы не буду там ломать шлагбаум там как тут это все поэтому я в правоохранительные органы и обращаюсь потому что но другого пути то я не знаю как как решить вопрос для чего не задерживаю я тоже не понимаю не я я я понимаю для чего они хотят создать мне сложности трудности да да это называется побудить меня к оплате вот этих 165 5 рублей противоправным действиям а возможно и провокация конечно я не не сомневаюсь в общем сейчас ждут они какого-то дядьку приедет скажет что открывать и все я здесь побуду чтобы не было никаких да да я поэтому не с чьей-либо стороны я поэтому чтобы не было никаких провокаций потому что были случаи мне угрожали это физической расправы что у меня я же понимаете я же когда захожу я же даю свой паспорт они же все мои данные знают где я нахожусь ну где живу понимаете вот и товарищ один мне просто угрожал я писал заявление но к сожалению я так понял что то ли звук не записался у них на камеры которые там находится ну замялось опять же это дело ну я же не знаю что у них в голове понимаете может на самом деле приедут по месту моего жительства и там чем-нибудь не навредят там или ну поэтому я с ними вообще не веду никаких разговоров я просто фиксирую сам факт отказа все дожидаюсь полиции с полиции с полиции я выезжаю но это же не может быть длиться каждый раз я понимаю что они провоцируют я это знаю тут как бы ну очевидно да 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 просто понимаете вот с одной стороны они скажут что они меня не удерживали ну мало ли что там допустим час я тут простоял да вот сейчас пока приедет там руководитель и тому подобное но с другой стороны все равно кратковременное удержание это все равно какое-то должно быть правонарушение с их стороны ну хотя бы по 19.1 коап именно что это самоуправство с их стороны нет если об этом речь вести то уже само собой должен исходя из вашего заключения шлагбаум должен быть как самоуправство на самом деле нет это все зона транспортной безопасности я но не то меня не выпускает я им попуск пропуск предъявил сожалению не не выпускает из-за того что якобы вы обязаны платить так вот а они мнимо предполагают о том что я должен платить соответственно вот он состав про это самоуправство то есть если мы смотрим диспозицию этой статьи воды уже обращались писали заявление насколько я знаю но по самому правство я не писал ни разу понимаете в принципе меня никогда надолго не задерживали вот у меня у меня был случай что меня не пускали ну и не выпускали тоже но не выпускали как часто да это количество времени да понимаете я к ним сейчас редко обращаюсь я вообще стараюсь и их их услугами не пользоваться но поскольку они монополисты иногда просто ну по-другому никак вот если на меня пришел груз да ну ну я не могу его не получить правильно и на и в другое место не могут срочный груз отправить потому что аэропорт у нас только здесь находится ну не будет же в апотиты отправлять это тоже как бы нера не каждый рейс возможно это есть в прошлый раз напугали здесь все чем забежали биоматериал должны были отправить и приехали на кп его забежали положили и убежали испугались все а знаете знаете в чем проблема нет у меня я же говорю это курьер приехал смотрите смотрите самое интересное что вот этот человек он просто поступил себе непорядочно я к нему когда по ногу зашел вот этот вот как раз он он же сидел когда меня не выпускали отсюда во и он же был когда я привез вот эту эту сумочку но я с человеком созвонился тст карга ну это и евгений да он мне сказал сказал оставь на кпп я подошел этому охраннику говорю что вот так и так вот евгений подъедет он попросил мне оставить на кпп без проблем оставляй на видео все было совершенно по-другому как там было вы зашли быстренько поставили и вышли а ну значит значит я ему на улице сказал потому что он выходил видимо когда побежали думали что случилось а он ехал я не горит это это моё ну тут вот да да он мне рассказывал рассказывал мне да да я уже сейчас от греха подальше ему домой я уже греха до подальше домой ему отвожу уже думаю не надо вот это вот не просто понимаете я то ему сказал видимо на улице было расследуйте камеры не зафиксировали я ему сказал я тут сумочку оставлю у меня вот попросил евгений значит оставить без проблем оставляй все то я оставил все и пошли поехал по делам и буквально там скорости он должен был подъехать понимаете вот все ну самое главное что он то в курсе был что я не бомбу привез условно говоря то чтобы это анализа привез который заберет компетный человек вы так больше не делайте ну я ты уже не понял чтобы не понимаете смысл в том что он просто себя так повел ну я до этого также оставлял все было без проблем это он просто решил сделать как у то есть сначала сказал что типа оставляя потом просто вот решил вот так вот повредить я всей сути не знаю я вам просто говорю как видел я не я просто отправляю некий грудь я раньше груз отправлял непосредственно приезжал на склад понимаете ну чтобы вот эту вот эту канитель каждый раз не испытывает да я договорился со своим контрагентом он говорит хорошо он там чуть чуть больше платит ну поскольку посредники теста гарка получается вот то есть я мог сам отправлять а так и отправлять через них ну я понял про что говорить да поэтому как бы думаю да идите вы к черту чтоб я с вами еще какие-то отношения имел я вот через посредников отправляю и все они мне никакие условия не придут не выдвигают там заплатить за то заплатить за это и тому подобное понимаете а это вот пользуются что они монополисты и начинают придумать какие-то правила туда видите администрация аэропорта установить можно все что угодно нож должно быть законным понимаете тем более есть это связано с авиационной безопасностью то это уже входит уже все заложено в определенные тарифы как можно дважды брать за одно и то же просто понимаете вот тот случай был когда вот у меня там какая-то сумма в районе 500 рублей с их с точки зрения как будто им должен был они решили сделать следующим образом они меня просто не пускали мы вас не пустим пока вы не заплатите деньги понимаете давно это было нет это не так давно было ну как это по моему зимой было до зимой было снег все в прошлом году или в этом году в этом году было зимой по моему в этом году да вот и получилось как ну я бы не заплатил понимаете но но у меня на руках груз который должен улететь а он должен улететь а там время понимаете то То есть я должен сдать за 5 часов до вылета самолета. Ну, соответственно, нельзя, чтобы они испортились. Я, соответственно, позвонил конкретно-агенту, объяснил эту ситуацию. Он, например, просто меня стал умолять. Говорит, заплати любые деньги, я тебе все деньги компенсирую, но только чтобы груз улетел. Понимаете? И я просто вынужден был заплатить чужими деньгами. Потому что он говорит, сказали бы 100 тысяч заплатить, я и 100 тысяч заплатил. Но на самом деле это называется самоуправство. То есть они меня, меня просто без суда и следствия, как говорится, вынудили взять деньги. То есть это 100% самоуправство. Причем не административное, а уголовное. 330-я статья Уголовного кодекса. Я сделал сообщение, тишина, ничего. Они могли нарисовать, что я вам 1000 рублей должен, понимаете? Да любую сумму могли назвать. Если я ее не оплачиваю, значит уже как минимум есть спор, правильно? А споры у нас решаются только в судебном порядке. И почему я не пользуюсь своей силой и вот этим положением на рынке, что я не отправить не могу то, что я нахожусь заведомо в таком состоянии? Что я и мои контрагенты вынуждены соглашаться на любые их условия, даже незаконные. Вот почему вот этого дела не было никак доведено до конца? Вот привлекли бы их к ответственности, и сегодня мы бы сейчас так не сидели. Ничего так просто-то, оказывается. Не, я знаю почему не просто. Потому что я так предполагаю, что есть какие-то подвязки, какая-то финансовая заинтересованность, возможно и структур правоохранительных. Потому что иного обоснования я не вижу. Конечно, это мое мнение, но оно основано на вот таких вот, на мой взгляд, неправомерных действий и бездействий. Ну вот буквально же недавно, меньше месяца назад, была такая же ситуация, и все разрешилось. Почему они то же самое сейчас повторяют? Если бы я знал. Ну вы можете дать им законное требование? Уже говорили о том, что это все незаконно. Зачем вы удерживаете? Если вы удерживаете, то объясняйте почему. Представляйте там свои документы или еще что-то. Да объяснять не надо, в суд обращайтесь. Разбирайтесь каким-то образом, но в итоге-то видите, как получается, что... Так они пользуются тем, что человек плюнет и скажет, время дороже, и заплатит этим деньги, чтобы просто не связываться с ними, понимаете? Вот я сейчас нахожусь на работе, вот что мне делать, понимаете? Сделайте им требование. Они, по идее, должны выполнить законы требования полиции, не выполнять до 19.3. Все, и вопросов нету. Оформите их, и это будет полезно. Вот он сейчас, он является исполнителем, правильно? Да, вы приедете, запускать просто не будем. Ну, почему бы потом решают сами? Выпустить, да? Ведро запущено воды и прямо сейчас. Ничего, ничего, ничего не делают. О, я еще на глазах. Говорю, провокация не удалась. Вы езжайте. Продолжим. Я выпишу вам пешком. Идите. В общем пешком? Пешком, на машину. Обводите. Сейчас позвоню, узнаю. Позвоните. Я же услышал краем уха, когда заходил. Какие у вас фланы грандиозные. Да, первое пюре. Опять товарищ Мамаев приехал. Да, пускай подойдут сюда же. А кто должен подойти? Начальник шлем. Так вы меня будете пускать или как? Сейчас он дышит, подойдет. Мне записываться? Пока еще и ждем. Все зависит от того. Вот вам самим не смешно, что вы творите? Я исполняю свои инструкции, извините. САП, это ихняя территория. Они там решают. А вы кто не САП? Нет. А кто вы? САП-САН. В смысле, другая охранная организация, что ли? Если вы заходите, что там не читавите? А деньги-то я кому плачу? Кому люди платят деньги, я не могу понять. В аэропорту. В аэропорту? За что? Что? Вот они, этот, типа, склад ихняя, территория. Типа это, да? Мое дело, когда это страна... Ну вы же понимаете, что деньги обычно берут за товар, либо за услуги, правильно? Какие мне услуги оказываются? Я не знаю, сейчас подойдет, объясните вам. Там же территория САПа. Да какая... Да то есть не может быть территории САПа, не САПа, это что? Они там, эту... Служба авиационной безопасности. Они это... Да? Да, да, да. Территория аэропорта. Давайте сделаем как? Вы сразу туда полицию вызовите, чтобы мне уже, как бы, не терять время. Потому что я с ними-то о чем буду говорить? Я с ними ни о чем говорить не буду. Вот мы сейчас подойдем, решим, потом мы решим, чего вызывать, кого вызывать. Я сейчас позвоню. Я понял. Давайте мы все-таки полицию вызовем. Не надо пока полицию. Ну как, не надо? Ну, вы же понимаете, я не буду поддаваться на провокации, я с ними вообще ни о чем разговаривать не буду. Ну а я без лишнего разрешения не могу. Вы понимаете, что вот есть такая норма, как бы, вот, если вы выполняете незаконный приказ, то это, как бы, вас не освобождает от ответственности. Ну, виноват будет и тот, кто дал незаконный приказ, а тот, кто его выполнил. Вот, смотрите, вы же прекрасно понимаете, что вот, в принципе, я ничем не отличаюсь от другого, кто приезжает. Ну, все ли, как? Все чего-то платят. Ничего заедок. Что-то платят, да? Да. Прямо здесь, да? Ну, давайте я вам... Почему здесь? Ну, давайте я вам заплачу. Да, мне не надо платить. Так, если вам не надо, тогда пропустите меня. Пропустите. Мои обязанности не входят. Понимаете, вы организованной группой лиц с меня вымогаете деньги. Я с вас ничего не вымогаю. Ну, тогда пропустите. На каком основании? На основании того, что я хочу проехать и отправить груз. Сейчас приедет в начальную смену и решит. Так, по какой причине вы меня не пропускаете? Давайте я вам паспорт покажу, чтобы потом мне говорили, что я паспорт не показываю. Вот смотрите, вот. Под видеозапись, вот я вот даю паспорт. Могу заполнить сам, если вам как бы трудно. Будем заполнить? Что, провокацию проводим здесь или что? Да, это вы провокацию проводите. Да, я не провожу ничего. То, что у вас сегодня утром получилось, точнее, не получилось. Вот я пишу 20, 20, 09. Так, какой у нас будет получаться? 63, 56, да? Пока нет, если вы пешком, другой там... 63, я почему пешком? На машине. 56. Склада. Здравствуйте, выживайте, пожалуйста, полицию. Скажите, не проблем. Спасибо. Бегает, бежит. Меня потому что не пропускают. Вы можете пройти пешком. Почему? Впитанция об оплате и потом заехать на машине. Зачем? Если бы нам можно, вы на машине собрали. А мне не надо ничего платить. Хорошо, сейчас вызовем. КПП, едем? Так, ну вот я паспорт переявил, как бы, вот я вот показываю, что он у меня, как бы, есть, все. Записаться, записался. Расписался. Так, время у нас, посмотрим сразу, сколько. Сотрудника полиции на КПП-1. Так, получается у нас 16, 10, да? Так, а вы можете пояснить вообще, что от меня хотят? Вот я обычный человек, да? Приехал, там груз получать, отправлять, неважно. Что от меня вот вы хотите? Смотрите, вот указано, видите, читайте. У нас с вами договор заключен какой-то? Вы кто? Вот давайте начнем с этого. Служба авиационной безопасности. Правильно? У вас со мной какой-то договор есть? Нет. Я не заключал никаких договоров. Нет. Тогда почему вы препятствуете мне реализации моих прав? Да, он ничего не препятствует. Тогда, ну, откройте, дайте команду, чтобы открыли, я проеду по своим делам. Какой порядок? Какой порядок? Ну, поясните, я ж не знаю. Расскажите, какой порядок? Почему меня то не выпускают, то не впускают, то какие-то деньги требуют? Сейчас подойдет сотрудник полиции, он вам все, он конкретно объяснит. Да, сотрудник полиции не имеет права влезать, как и вы, в гражданские правовые отношения, понимаете? Вопросы ему зададите, и он вам ответит. Да я не буду ему задавать вопросы. Я ему просто попрошу, чтобы он пресек правонарушения, а именно отказ меня проехать на грузовой терминал. Сейчас подойдет, и все, вы. Хорошо. Вы, не знаю, сами что-то выдумываете. Я уже сколько давал на эту тему разъяснений. Уже официально даже опубликовал у себя там в определенных источниках публичных. Тот документ, на который я ссылаюсь, что ваши поборы, они просто незаконные. Не конкретно ваши, имею в виду, а... Мы-то исполнители, сами-то. Понимаете, когда суды говорят о том, когда есть разъяснение ФАС, это федеральная антимонопольная служба, антимонопольная служба о том, что вот эти деньги брать за выписку пропуска незаконно, понимаете? Вам надо обращаться в администрацию. Какую? Какую администрацию? Мы исполнители. Вы понимаете, что я хочу, чтобы они на меня подали в суд и взыскали в судебном порядке. Потому что вот то, что сейчас вот будет совершаться, да, просто тогда я... Вот была аналогичная ситуация. Я ее не довел до конца. Почему? Потому что я тогда приехал с грузом, и меня просто контрагент умолял, просил, говорит, я заплачу любые деньги. Я просто заплатил, потому что это не из моего кармана, условно говоря. И он меня очень сильно просил. Сейчас немножечко другая ситуация. Я сейчас, по большому счету, никуда не спешу. Я не стою в той ситуации, в которой я был тогда. Поэтому я сейчас зафиксирую сам факт вымогательства, смене денег, нарушение самоуправства, вот это все. В смысле, а вы же требуете смене оплату. Вы мне только что сказали, под видеозапись, что пройдите туда, там заплатите, и придите сюда, проедьте. За что заплатить, объясните мне. За какие услуги? Что груз вы отправляете, он хранится на складе. Ну так, если я буду отправлять, и будут храниться, я там заплачу, естественно. За это вы и платите. Да, только я там заплачу. Ну там, они здесь же, мы берем у вас деньги-то. Вы там же платите, вот вам. Ну мне для этого нужно проехать туда. Вы проедете, и опять там не оплатите, и будет опять это. Нет, подождите, если я там не оплачу что-то, у меня не примут груз просто-напросто. А когда вы получаете, почему вы не оплатили тогда? Ну потому что мне ничего не предлагали оплачивать. Не знаю, там мне, как диспетчер сказал, вы там начали опять свои права качать. Нет, у меня все записано. Давайте начнем с этого. Я там никакие права не качал. Нет, давайте начнем с того. Вы в списках есть, да? В списках чего? Будет сейчас напоминать, у вас просто вычеркнет. Что за списки, поясните. Не, на получение груза, конечно. Я наверняка думаю, что у вас в списках был сегодня. Если вы имеете в виду это. Вам обычно сюда диспетчер передает списки, на кого груз пришел. К сожалению, наше семейное счастье только начиналось. Это вопрос не к нам. Понимаете, вы фактически осуществляете вот эти действия. Если дано указание. Вот есть статья, 40, помню, какая это уголовная кодекса, что вот исполнение заведомо незаконного приказа не освобождает вас ответственности. То есть вы наравне будете нести ответственность с тем, кто вам дал этот приказ. Но самое интересное, что тот, кто дал приказ, он потом соскочит. Потому что, я уверен, на 200% нет у вас приказа, что Мамаева не пропускать. Конкретно на вас нет. А как мы не имеем права не пропустить вас? Так в том-то и дело, вы должны меня... Да почему же вы меня не пропускаете? Вы сейчас будете ссылаться, в лучшем случае, на устные какие-то телефонные разговоры, которые к делу не пришьешь, понимаете? Потому что тот человек, с которым вы с вами разговаривали, он в любой момент скажет, я этого не говорил. Почему вы вдруг это так решили? Где приказ? Покажите мне, где приказ. Ну вот, объявление видите ли сейчас? Да что это? Ну чем это объявление подписано? Понимаете? Ну кем оно подписано? Что это такое? Это не просто так же, это взяли и написали. Вот поверьте, из моего опыта я знаю, что просто так. Просто так это называется вымогательство, понимаете? Создание условий, которых вот ткнуть, сказать, вот вы должны деньги. А никто под этим делом не подписался, понимаете? Никого сейчас юридически не наказать. Потому что, ну мало ли кто эту бумажку наклеил. Нету человека, кого привлечь к ответственности, понимаете? Нету этого человека. Добрый вечер. Сейчас, конечно, будем по факту выяснять, кто конкретно мне отказывает. Соответственно, будут ваши данные зафиксированы, данные это. И дальше пускай полиция разбирается. Сейчас я никуда не спешу. Сейчас главное, чтобы зафиксирован факт. Соответственно, вы меня не пускаете. Если полиция бездействует, ну я это все фиксирую. И уезжаю. Все. И вот оно. Окончание преступления. Меня не пустили. Понимаете? Вот когда меня выпускали, да, тут спорный вопрос. Потому что в конечном итоге меня аж выпустили, понимаете? Хотя, в принципе, я считаю, что факт тоже был уже закончен. Потому что мель не выпускали. Здравствуйте. Ой. Так. 2 0 35 28. Можно вошел в удостоверение? Ничего не расслышал. Потому что в маске плохо слышно. Так. Куда смотреть? Так. Сержант полиции Чучуров Иван Андреевич. Младший инспектор. Младший инспектор. 25 года. Значит, смотрите. Приехал на машине. Нужно передать груз. Не пускают. Я уже себя заполнил. Паспорт показал. Вот. Без объяснения причин. Говорят, не пропустим. Хорошо. Какие ко мне вопросы? Я не знаю, какие к вам вопросы. Я не знаю. Вот решайте. Ну, вы сказали. С каким руководством? Нет. Смотрите, я вам поясняю. Вы говорите, почему вы здесь. Я вам поясняю, почему здесь. Значит. В данный момент данные граждане в отношении меня совершают самоуправство. Потому что законных оснований меня не пустить. У них нету. Я предъявил паспорт. Я могу предъявить сейчас машину на осмотр. То есть вопросов нету. То есть паспорт я предъявил. Какие у них законные основания меня не пропустить? Если у них законных оснований нету, но они даже не ссылаются, то по факту они совершают самоуправство. То есть в лучшем случае это 19.1 КОАП, самоуправство, то есть административка. В худшем случае, если будет причинен мне вред, там существенный, ну какой-то вред, то это будет 330 статья Уголовного кодекса. Соответственно, я прошу вас, как сотрудника полиции, предотвратить и пресечь правонарушения. То есть дать им законно, ну, потребовать о них, предъявить законно требования о том, чтобы они прекратили свои противоправные действия и пропустили, в данном случае, клиента на грузовой терминал аэропорта, чтобы я там смог заключить соответствующий договор и так далее, и так далее. То есть, ну, понимаете, я вас это пригласил в двух целях. Первый момент, чтобы правопорядок здесь соблюсти, и чтобы вы все-таки пресекли вот это правонарушение. Все. Все. Потому что я понимаю, что в отношении меня сейчас вот этими действиями делается провокация. Ну, может быть, там вызвать у меня какие-то неадекватные действия, чтобы, может быть, обвинить меня, что я ругался, ну, какие-либо нюансы, чтобы потом придумать, по какой причине они меня не пропустили. Поэтому, когда они мне говорят, что они сейчас позовут их руководство, я вам объясняю, я не буду разговаривать с вашим руководством, вот как раз с этой целью, чтобы меня потом ни в чем не обвинили, чтобы там хамил, кому-то ругался, оскорблял и тому подобное, понимаете? Я говорю, что я буду разговаривать только с сотрудниками полиции, потому что, в принципе, мне с ними не о чем разговаривать. Я приехал сюда по конкретным делам. То есть, я сейчас просто, ну, проезжаю на машине, делаю свои дела, и выезжаю, и еду дальше по своим делам. То есть, я с ними ни о чем не хочу разговаривать. Я паспорт предъявил. Вот я могу еще раз при вас подказать. Естественно, я на видео это все зафиксировал. Смотрите, вот мой паспорт. Вот, я уже заполнил, что вот, уже, как бы, записаны все данные мои. Расписался. На машине вообще-то я планировал. Так вы что, выписываете этот пропуск? Пропуск выписываете или нет? Да, выписываю. Здравствуйте. Здравствуйте. Показываю свой паспорт. Я не могу, мамай, срочно опустите паузу. Вообще, виспариваю можно. Тем более, для брата разборки. Срочно опустить флагбаум, да? Мамаев приехал. Как же вы прям боитесь меня. Да, 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 слышал. Называйте сразу полицию тогда. Сразу же, наверное. Ё-пи-пал. Называйте полицию. Алло. Ага. Я еще его пока не видел. Хороший опор. Полицию вызывайте. Шарлам, можете открыть? Нет, нельзя. А почему? Мамаев приехал, нельзя, когда Мамаев. А, ну давайте, проезжай как-нибудь сейчас. Вот быстренько. Сейчас же это проскочит, блядь. Кто проскочит? Мамаев. Серьезно, что ли? Да еще. Он такой наглый. Наглый, да, не пускайте его. Не пускай. Ну вот, сейчас вот и проехал, вот и все. А че ж вот так? Так это не Мамаев. А, это не Мамаев? Это не Мамаев. Понятно. Я все знаю, машину даже знаю. Вот написано. А че за машинка? Да ладно, какая-то там десятка или двенадцатая или пятнадцатая. Так вот он, вон поехал. А, нет, это не он. Нет, какой. И что меня пугает, что ли? И почему я? Не, не он? Здравствуйте. Облава Мамаевой ловим, да? Не знаю, вот тут прошла информация. Мамаева задержать, шлагбаум пустить, не пускать. Ищем. Я не знаю. Ребята, ну вы совсем уже зоопарк устроили. Мамаева я и не видел, когда перекидали за спине Мамаев. Слушайте, ребята, вы меня, если честно, просто поражаете. Просто поражаете. Показали, что преступники. Такого юмора я первый раз слышу. Потому что он, блин, наглый. Он заезжает туда, нифига не оплачивает, а потом кричит, что я не обязан платить. Вы не помогаете с меня деньги. Ну. Представляете, что все платят, да, блин, а он, значит, нельзя. Так, что у тебя за машина? Ну как? Ларгус. Лада. Лада. Я просто в шоке. 370 МТ, да. Вот ты и есть, Мамаев? Блин, так ложенился, да? Наверное, да. Да. Вот забыл, видишь? Давнее детей не было, видно. Мне сказали, что их пропускать. Да я же говорю, вызывайте полицию. Уже 10 раз говорю. А-а. Чего ж вы так как-то, ну. Ну вот Мамаев и стоит, оказывается, да. А на то есть ли он? Нет, я бы еще ничего не выписал. Я просто узнаю, как его назвать, а он жестко стоит. А что, вот. Вот смотрите, показываю паспорт, вот. Я на паспорте. Чего я знаю? Все, я понял. У вас задолженность за два неоплаченных, вы имеете право в аэропорту оплатить этот... Полицию вызывайте, я же еще раз говорю. Все вопросы вот. Все вопросы насчет полиции, да, значит? Да, да, да. Я сейчас сначала с диспетчером свяжусь, а диспетчер уже будет тогда уже... Вызывайте полицию и все вопросы. Вот, вот. Задолженность за две поездки, первый раз такое слышу. Откуда две поездки взялись? Если что говорить, так... Мамаев стоит, говорит, полицию вызывайте. Вызовите кого-нибудь сюда, чтобы из-за, это, начальника охраны какой-нибудь, там. Улица пока нет. А, хорошо. Все, дело нужно, мое. Сейчас все будете выяснять. Я маленький лицо, вот. Ты маленькое лицо, меня не пускаешь. Ты лично, ты. Понимаешь, ты. Потому что мне, свыше начальство, сказало, тебя не пропускать. Да. Все, я тебя и не пускаю. Вот, ты будешь отвечать, как выпал ученщик незаконный приказ, а они будут отвечать, как отдавший приказ, если будет доказано, что они такой приказ отдавали. Но, скорее всего, это будет не доказано. Будешь отвечать лично ты. Вызовите, пожалуйста, полицию. Я вот у вас под видеозапись прошу. Вызовите, пожалуйста, полицию. Что, у вас смелость пропала? Полицию будете вызывать? А что вы молчите? Говорю, полицию будете вызывать? У вас в доме есть стиральная машина. Сейчас, как я только выключу, вы будете разговаривать. Я вас помню. У вас, когда со здоровьем плохо, там, с памятью. Про сумочку помните? История была интересная. Да, вы принесли ее и поставили. И сказали какому-то человечку отдать. Не, вам отдать не надо. Я сказал, что у человечек подъедет. А чего такой кипиш-то подняли? Потому что я не знаю, что в этой сумочке. Вы так сразу же быстрее по уехали. Ну, я от вас полу... Мога будет и бомба, там, и хоть что. Не, я понял. Не, я так понял, что вы мне дали добро по вашей реакции. Не давал? Никакого не давал. Ну, все, в следующий раз так и буду знать. Я даже не давал ее ставить. Я ее уже на кресло поставил, потому что думал, если я на таленку... Страшно было, да? Да, чтобы это от полиции, я столкнувил. А чего ж вы так боитесь, Станюгу, по ней? А потому что всякие люди бывают. Да, особенно Мамаева надо бояться, я так понял. Как же вы так меня не узнали-то прям вот так вот? Здравствуйте. Та же самая песня. Вчера у меня было два раза. Один раз не выпускали, второй раз не запускали. Сегодня меня опять не запускают. Что происходит, я не понимаю. Что происходит? Не хотят люди в суд на меня подавать, понимаете? Самоуправством занимаются. Я им паспорт предъявил, машина готова к досмотру. Говорю, мне нужно проехать, заключить соответствующий договор гражданский, да? Не пускают. Что делать? В последнее время не знакомо. Вымогают деньги. Вот говорят, деньги заплати, я специально включил видеозапись, чтобы зафиксировать, что с меня вымогают деньги. Понимаете? Деньги, они хотят от меня деньги. Без суда и следствия. Хотя деньги, сколько денег? Скажи мне, сколько тебе надо денег? Давай я тебя отшелушу. Погодите, он же должен... Чего ты молчишь? Мне нужно отправить груз. Ну, полиция этим не занимается? Да, поэтому прошу вас предотвратить и пресечь правонарушения по 19.1. Самоуправство. Где, что нужно пресечь? А вот меня... Ну, еще раз объясняю. Вот моя машина, я хочу проехать. Вот мой паспорт. Вот смотрите, я предъявляю паспорт. Да, я хочу проехать, чтобы меня пропустили. Ну, здесь согласно регламенту нужно оплатить сначала. Оплатить что? Ну, проезд на грузовой терминал. На основании чего? Ну, на основании приказа. Хорошо, вы взяли какие-нибудь бумаги с собой, нет? Нет. Если мы пойдемте в дежурную... Пойдемте, пойдемте писать, будем писать заявление. Значит, вы зафиксировали, да, что на данный момент меня не пропускают, правильно? Ну, почему вас никто не пропускает? Вы можете спокойно идти. Не, на машине надо же проехать. А пешком пропустите? Ну, вот сейчас, это старший, вот почему он молчит? Вот давайте, давайте решим, пешком пропустите? Мне просто интересно. Что с ним случилось? Охранник, давайте тогда с охранником поговорю. Он, конечно, старший, а это младший. Младший, пешком пропустите? Он говорит, не пропустит пешком. Не пешком, не на машине, что же делать, а? Ну, что же такое? Сигнализация, Мамаев, перекрыть, опустить шлагбаунд. Я встаю, смотрю на это, думаю, что с такой, все сучатся, что-то бегают, бегают. А Мамаев просто хочет проехать, отправить груз. Не больше, не меньше. Да-да-да, конечно. Да-да, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok